добрый день рад сегодня присутствовать и рад познакомить вас с одним из решений в которое находится в одном из скажем так трендовых направлений zero trust это решение sdp от safety оно достаточно простое одну минутку я расшарю свой экран и помогает достаточно быстро короткие сроки опубликовать обеспечить удаленный доступ к своим ресурсам пользователям извне с учетом технологии zero trust и так если в общем говорить предварительно данное решение состоит из трех узлов это контроллер и два шлюза шлюз доступа и шлюз аутентификации в данном случае я уже предварительно зашел по ссылке на своем браузере в консоль управления и сейчас познакомлю вас с настройками которые вообще возможны и какие возможности у нас тут есть покажу чем в чем очень большое преимущество данного решения в том что она достаточно простое как я уже вспоминал поскольку очень часто очень большой проблемой есть для компаний это при внедрении решений ихняя сложность во первых надо обучать персонал во вторых надо дополнительно персонал нанимать принимать на работу для того чтобы обеспечить поддержку и работу данного решения если говорить про sdp решение safety то оно максимально простое как увидите вкладок совсем немного и что мы видим сразу же на первой вкладке консоли управления мы видим наше решение состоит из трех узлов три узлы три узла прописаны в зависимости от количества наших пользователей публику и публикуемых ресурсов там уже количество узлов можем конечно увеличивать но все масштабируется соответственно отсюда же из консоли мы можем осуществить проверку доступности наших узлов соответственно видим все наши узлы активны мы их все видим и дальше что нам что мы можем дальше тут настрой следующий шаг настройки нашей доступа к нашей инфраструктуре это настройка правил реверсивного доступа соответственно прописывается правило для доступа к тому или иному ресурсу и это правило доступ осуществляется через наш access gateway который динамически при входе пользователей кликания на тот или иной ресурс создается соответствующую ссылку соответствующий путь по которому пользователь может получить доступ к своему ресурсу то есть доступ осуществляется не прямой к примеру тут у нас rdp доступ но у нас видите порт реверсивного доступа нашего 444 примеру это то что касается правил обратного доступа далее мы создали правило и что нам что мы дальше можем тут настраивать и чем управлять ну соответственно это политики нашего доступа политики тут несколько базовых политик есть и все эти политики мы можем соответственно просто элементарными движениями перетягивая или иные иконки можем их править и делать переставлять последовательность то есть делать ту последовательность входа какую мы хотим организовать так как мы хотим добавлять либо убирать какие-то элементы и шаги автентификации нашей следующий следующая вкладка тут мы можем настроить наши коннекторы в данной ситуации мы видим я настроил коннектор с active directory нашей и также сама настроил интеграцию со со вторым фактором у safety на борту есть бесплатный второй фактор он осуществляется с использованием telegram мессенджера я вам позже покажу его ну в целом на можно интегрировать любой любое решение в принципе которые мы хотим использовать для автентификации пользователя как второй фактор далее мы можем в рамках настройки настроить те группы нашей адэ которая есть и те сервисы опубликованные которые мы опубликовали где мы создали ряд правил опубликовали какие-то сервисы и теперь каждой группе пользователя публикуем соответственно свой сервис при этом пользователь при входе при прохождении автентификации соответственно будет видеть только те ресурсы которые ему опубликованы ну и далее тут уже следующей вкладке мы можем настроить соответственно путь по которому будет проходить автентификации и вход пользователя и соответственно ты политику которая будет применяться примеру тут мы добавили базовой ссылки access gateway добавляем еще следующий путь и выбираем политику username and password два шага и добавляем сюда еще мфа соответственно время доступа это время после которого соответственно пользователя попросят заново пройти автентификацию также базовая вкладка мониторинг что касается нашей инфраструктуры и логи по логам мы можем увидеть аудит нашей инфраструктуры на минутку грузятся можете попробуем сюда не загружаются логи вообще логи тут мы видим действия с нашей инфраструктурой если есть какие-то ошибки кому видим их тут долго загружаются вернемся к вам чуть позже и соответственно видим вкладочку настройки настройки тут абсолютно абсолютно простые это время опять же таймаута работа администратора то есть после 60 минут заново администратор консоли пройдет автентификацию лицензия управление нашими сертификатами создание пользователей других админов если у нас несколько и в принципе тут репорты и соглашение лицензионное давайте вернемся к логам попробуем перезагрузить может это ускорит процесс странно странно но Давайте, хорошо, не будем ждать логи, пока они подгрузятся, странно что-то долго загружается, давайте теперь мы увидели в рамках настроек, это в принципе все, то есть глобально все достаточно просто и все достаточно быстро. Теперь, если перейти на, мы представим, что мы юзер-пользователь обычный и мы уходим, пытаемся пройти аутентификацию и получить доступ извне к своим ресурсам. Соответственно, у нас есть адрес аксесс-гитвея нашего и то, что я говорил, ссылка, то, что мы прописали для автентификации юзернейм и паспорт в два шага с дополнительным вторым фактором автентификации. Предварительно обновим страницу, поскольку у меня она долго была открыта. Итак, видим, первую я поставил капчу для того, чтобы повысить безопасность. И так, мы видим, просит наша система ввести имя. И наш пароль. И теперь система просит нас ввести наш второй фактор. Как это все происходит? Сейчас, одну минутку. Я расшарю свой экран телефона. И вы видите, вот пришло... Пришло соответствующее сообщение с кодом доступа 024987. Это то, что я говорил, на базе Telegram бесплатный второй фактор отсыпки, то, что можно использовать. Ну и видим опубликованный ряд ресурсов. То есть, в данном случае, возьмем, к примеру, если говорить про доступ к серверам по SSH, то сразу же мы кликнули и открылось. Сейчас мы сможем работать с нашими SSH протоколами и взаимодействовать с нашими серверами. Так же само, если говорить про... Ну, к примеру, тут у меня HTTPS, соединение с сферой, соответственно, можем работать с нашей сферой. Так же, если говорить про... Этот сервис выключен, просто не буду показывать. Ну и RDP-соединение, соответственно, открывается соответствующая RDP-сессия начинается. То есть, пользователь при прохождении автентификации получает доступ на свой удаленный сервер. Ну и мы видим, процесс автентификации прошел, тут соединение начинается. Окей, теперь давайте для того, чтобы было более понятно простоту этого всего, попробуем создать свое дополнительное правило, как это пройти те пути, которые нам необходимы. Ну, в данном случае у нас уже система как бы преднастроена, и сценарий будет следующий, когда мы хотим дополнительно кому-то опубликовать какой-то ресурс. Выбираем, соответственно, правило. Правило тут, к примеру, вот такого плана. Назовем без разницы. Так, возьмем вот такой плана. И тут, к примеру, сделаем порт, на котором будет осуществлен динамический доступ для пользователя. Это адрес нашего, QDN нашего Access Gateway. Соответственно, тут мы пишем реальный IP-адрес нашего сервера. В данном случае, так, пускай это будет вот так вот. И реальный порт, который будет перенаправляться. Единственное, тут мы сделаем доступ по RDP. У нас будет. Так, и что еще нам тут надо обозначить? Это нам нужно обозначить, опять же, наш 451-й порт, порт обратного доступа. И порт, по которому будет общаться наш Access Gateway с нашим Access Controller, по которому будет производиться управление этим всем коннекшеном. Соответственно, можно прописать, например, 107. Итак, сохраняем данное правило и применяем его. Сейчас это займет определенное время, параллельно сейчас выйдем. Разлогинимся. Мы видим, у нас удачно сохранились правила. И теперь переходим в нашу Authentication Workflow для того, чтобы настроить доступ к тем или иным группам пользователей к этому ресурсу. Итак, посмотрим. Соответственно, нам нужно перейти на вкладку Trusted Services. И в данном случае видим, что, в принципе, у нас дополнительных настроек даже можно не делать. Если мы используем, работаем, к примеру, юзер работает с группы Safety Admins, соответственно, у нас тут для него доступны все опубликованные ресурсы. Соответственно, оно автоматически. Новый ярлык после прохождения повторной аутентификации появится на страничке пользователя. Итак, видим, что поскольку это все, в принципе, если мы дополнительно публикуем ресурс, то есть это все, что нам нужно сделать. Если бы мы заново настраивали это все, то нам нужно было просто добавить группу, опубликовать ресурс, ну и соответствующий URL создать для доступа к данным ресурсам. То есть у меня это все создано, поэтому обновим сейчас страницу. И опять заново пройдем аутентификацию, посмотрим, что же изменилось. И наш пасфорд и смотрим 51.37 да это новая и вот видимо опубликовали уже пользу пользователю доступен ресурс соответственно запускаем его и мы видим стартанул начался процесс подключения к нашему сервер и у меня соответственно запросила порой то есть как мы видим в принципе все быстро и просто в чем большой плюс в принципе достаточно быстро разворачивается данное решение поскольку есть в гипервизоре это виртуальные апплайенсы то есть нам не надо подключать коммутировать какие-то железяки соответственно мы разворачиваем три виртуальных машины если говорить про базовую конфигурацию мы настраиваем connection и создаем правила настраиваем путь автентификации в принципе пересылаем пользователям ссылку по которой они будут входить и получать доступ к своим ресурсам то есть все достаточно просто в принципе коллеги по демонстрации у меня все возможно у кого-то появились какие-то дополнительные вопросы